Сегодня Министерство природных ресурсов и экологии и технического контроля с октября 2021 по март нынешнего. По версии следствия, обладая всей полонтой полномочий, несмотря на оказанные доверия высшими органами власти, она в угоду личным амбициями и корыстным целям организовала коррупционную сеть по незаконному выводу государственных средств. Президент Геологии берет, что коррупционная сеть по незаконному выводу государственных средств. За три года 180 миллионов сомов было направлено на госзакупку для Минприроды, а физическим и юридическим лицам в рамках 110 проекта по защите и охране природы выдано 789 миллионов 568 тысяч сомов. 20 июля на заседании кабины по итогам первого полугодия заместитель председателя кабинета министров, глава ГКНБ Камчебик Ташиин напомнил, что те государственные служащие, которые замешаны в коррупции, рано или поздно будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Кутманова вовлекла преступную схему не только подчиненных, но и своих родственников, включая близкое окружение, для имитации подачи заявок на финансирование фиктивных проектов в сфере защиты природы и экологии. Ни один проект не принес результата. Она должна понести ответственность. До этого ГКНБ уже сообщал о том, что расследуются факты коррупционных схем Минприроды и Фонда развития природы. Например, для закупки специальной одежды у компании «Хожаев», которой руководит близкий друг сына Кутмановой, было выделено 34 миллиона сомов. Факт завышения установлен в размере 23 миллионов. Кроме того, сын Кутмановой, вмешиваясь в деятельность Минприроды и Фонда, получил у пяти предпринимателей 17 миллионов сомов. В ходе следствия были даны показания относительно того, что сын Кутмановой выводил средства с проекта Джашил Мурас в размере 7,5 миллионов сомов. Придя на государственную должность, дав клятву о честном служении народу, пойти на такой шаг – это в корне неправильно. Все руководители, которые пошли на такой шаг, привлекаются к ответственности. Сегодня нельзя ни в коем случае допускать к государственной службе родственников и так далее. Экс-министр вовлекла противоправную коррупционную деятельность не только подчиненных, но и своих родственников, включая близкое окружение и даже домработницу для имитации подачи заявок на финансирование фиктивных проектов в сфере защиты природы и экологии. К примеру, на строительство мини-газ в Чуйской области с фонда было выведено 23 миллиона сомов. Мы слышали, как недавно Камчебек Ташиев сообщил Джигурку Кенеши о том, что она вывела 1 миллиард сомов и поделила с родственниками. Мы верим, что если будет продолжаться такая работа по борьбе с коррупцией, то результаты будут налицо. По этому громкому уголовному делу задержаны 8 человек. Девятой задержана Динара Кутманова. Она водворена в СИЗО ГКНБ. Сын Кутманова, Кемель Кутманов, в настоящее время находится в международном розыске и принимаются меры по его депортации из Турции.